Придется подождать и выпускникам школ. Результаты ЕГЭ по русскому языку, которые они сдавали сегодня. Причем сама процедура отличалась от экзаменов прошлых лет. Объяснить, что к чему решила наша съемочная группа и создала азбуку ЕГЭ. В. Выпускник. Выпускник – обязательный участник единого госэкзамена. Отличительные черты – деловая одежда, гелевые ручки и паспорт в руках. Собираются в группы и делятся секретами успешной сдачи ЕГЭ. Крайне суеверны, заранее запасаются талисманами. Вообще, да, есть, мне мама дала, но не буду говорить, что это. И так, под левую ногу, под левую пятку, а так, то, что кричат на улице «халява, приди», я не верю в это. Д. Дисциплина. Сесть на экзамене куда хочется не удастся. За каждым 11-классникам зарезервировано свое место. Рассадку контролируют по спискам. Дверь в школу заперта. Закрыли ее сразу после того, как в здание вошел последний выпускник, которому предстоит сдавать здесь экзамены. Д. Делают это для того, чтобы во время проведения ЕГЭ в помещение ни в коем случае не проникли посторонние. К. Камера. Затем, как проходит экзамен, с этого года следят камеры. По две в каждом кабинете расположены так, что в объектив попадают все, кто находится в аудитории. Видео транслируют в режиме онлайн. М. Металлоискатель. Применяют на госэкзаменах впервые. Без проверки металлодетектором выпускник не сможет пройти в кабинет для сдачи экзамена, чтобы 11-классники не пронесли запрещенные предметы и устройства. Н. Наблюдатель. Независимый наблюдатель может прийти в любой момент экзамена и совершенно в любую аудиторию. Его задача – контролировать ход ЕГЭ и выявлять нарушения. Конечно, если таковые имеются. Они проходят специальную подготовку, у них есть свой акт, который они заполняют по окончанию экзамена, в котором они фиксируют все события, которые происходят, что было ими замечено. Удача. То, что не помешает любому выпускнику, даже тому, который полностью уверен в своих силах и знаниях. Поэтому всем, кто тщательно изучил азбуку ЕГЭ и готов применить полученные знания на практике, мы, Алена Полоненко и Михаил Глузин, желаем ни пуха ни пера.